Приветствую вас! Первое, что я хотел бы сказать, это то, что вы не задаете вопрос свой. То есть, именно вопрос о том, чего вы хотите от психолога, да? Вы об этом ничего не пишите. То есть, конечно, понятно, что вы хотите любви, хотите заботы. Вот именно это, понятно, не вызывает никаких сомнений. Вот. Но мне понятно, какой ваш именно запрос к психологу. То есть, что мы можем сделать для вас, допустим. Помочь, к примеру, мужчину изменить? Нет, мужчину мы изменить не сможем. Он такой, как он есть. Другим он, скорее всего, не будет. Другим он, скорее всего, быть не сможет, даже если захочет. Вот. И если он будет меняться, то перемены эти будут его выбором собственным. То есть, это будет его собственное решение, а не ваше. То есть, тут как бы тупик получается. А можем ли мы изменить вас в чем-то? Да, в чем-то мы вас сможем изменить. В чем-то вашу позицию мы сможем изменить. Если вы, конечно, захотите этого, если вы, конечно, пожелаете. Если вы признаете, что что-то вы делаете не так. Можем изменить вас, сможем изменить ваши позиции. Мы сможем как-то подкорректировать ее. И сделать, в общем, так, чтобы вам было, ну, на данном, ну, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было лучше. Чтобы у вас не было такого, такого, что происходит сейчас. То есть, да, это мы можем сделать. Другой вопрос. Хотите ли этого вы? Ну, то есть, у меня, например, есть вот сомнения относительно этого. Ну, потому что вы не задаете свой вопрос. Когда я читал ваш текст, у меня возникла такая мысль, что по сути, по сути, к мужчине, к мужчине вашему, вот одни лишь столько претензий. То есть, это вот ваш текст, ваше сообщение, да, это просто одни из плашных претензий к мужчине. Вот. Я не обвиняю вас на самом деле. Я просто рассказываю о своих впечатлениях. Вот. Вот. Вот это просто претензий. Вот он такой, вот он такой, вот он жадный, вот он пассивный, вот он ничего не делает, постоянно только ждет и так далее. Секс никакой, с ним впечатливый и так далее. Хорошо? Но вы, вы этого человека выбрали. По какой-то причине, вы выбрали этого человека. Вы выбрали его для, скажем так, своего, ну для себя. Вы решили связать с ним свою жизнь зачем-то. Вы почему-то, вы именно его выбрали, вы почему-то именно с ним в отношениях. И чей это выбор, что вы решили быть с ним? Это выбор ваш. Это не наш выбор, это не его выбор, это ваш выбор. То есть вы по какой-то причине решили быть с этим человеком. Зачем-то вы выбрали его. Зачем-то вы приняли его. Ну так вот, давайте до начала, давайте до начала и разберем, а зачем вы с ним вместе. Чего вы от него ждете, например, сейчас? Почему вы считаете, что он может дать вам то, что вы, допустим, ну, то, чего вы хотите? То есть по какой причине вы считаете, что он может дать вам то, в чем вы нуждаетесь? Вот. Вот на этот вопрос ответить. Вы говорите, что вы приезжаете к нему, да? Вот сейчас я посмотрю. Так, приезжаю на выходные и в праздниках он живет с папой. То есть Алина, а вы выбрали, вы выбрали для себя к нему приезжать. Вы выбрали для себя принять его позицию и решение такого. Относительно того, что он только ждет чего-то от вас. Так это, так это к вам вопрос. Вы, может быть, ну, не знаю, может быть вы боитесь, что с вами, например, никто не будет? Или, может быть, вы боитесь одиночества, или, может быть, вы чего-то хотите, вот, например, хочется любви, да, и заботы. И вот тот, кто к вам более-менее отнесся, да, адекватно, кто к вам более-менее, ну, более-менее приемлемо отнесся, вы на того и обратили внимание, допустим. Потому что как иначе объяснить, как иначе объяснить тот факт, что вы терпите такое отношение к себе. При том, что вас это явно не устраивает, то есть вас явно не устраивает то, как обстоят дела, вам явно не нравится это. Так, и с чем связана эта позиция? С чем связана ваша такая позиция? Вот скажите, скажите мне, мне, ну, хотя бы мне, да, хотя бы мне, скажите. Вы говорите, что вам хочется любви и заботы. Это вам хочется любви и заботы. Это ваше желание. Придем здесь человек, о котором идет речь. Если любви и заботы хочется вам, то и вам же к этому стремиться. И вам же этого достигать, добиваться самостоятельно. Понимаете? Без кого-либо, без участия кого-либо в этом. А не так, что я хочу, там, любви и заботы, да, и вот человек мне должен предоставить это. Расскажите немножко историю своих отношений, товарищ. Чтобы мы поняли, как у вас отношения развивались. Вот. Он, допустим, всегда таким был? Или он был таким не всегда, а вначале он был другим? Например. Если он был другим, ну, вначале, а потом стал таким. Как вы отреагировали в самый первый раз, когда он стал другим? Когда он изменил свое отношение к вам? Ведь как-то вы должны были отреагировать. Если вы никак не отреагировали, то это вопрос уже скорее к вам. по какой причине вы никак не отреагировали. на... 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 вот... вот... Понимаете? Вот. То есть тут вот и нужно смотреть. Дело в том, а, дело в том, что, любви и заботы, а, хотеть, хотеть, любви и заботы, а, можно. Но вот из-за этого, а, из-за этого быть нуждающейся и тем более зависимой от мужчины нельзя. Ну, потому что это вредит. Это... очень сильно вам вредит. Ну, вы, наверное, это уже поняли. Вот. Далее. А, мужчина, он, как бы, вы пишите, что он, он, а, значит, постоянно ждет, да, то есть пассивный, пассивный. Ни одного слова любви есть ко мне. А, то есть здесь, с одной стороны, а, идет такая неприемлемость отношения к вам. Это, вот, с одной стороны, а, с другой стороны, а, вы наглядно демонстрируете, что вам хочется любви. Любви. Вам хочется любви. Так. Опять вредника, это вопрос. Кто за это ответственный за то, что вам хочется любви? Мужчина или вы? Ибо разница достаточно серьезная, разница достаточно большая. Вот. Знаете, какая история? Какой момент? В целом, я хотел бы прояснить вашу позицию по поводу, а, вашей женской модели поведения, б, ваших желаний, ну, чего вы хотите, и природы этих желаний, а также способов реализации их. И, вы, это, наверное, наверное, цели. Для чего вы сейчас эти мужчины, и какой вам представляется перспектива этих отношений в дальнейшем? Вот. Вот это, пожалуй, те вещи, которые, ну, действительно меня интересуют. Это те вещи, которые действительно меня волнуют. Это те вещи, на которые я хотел бы, которые я хотел бы с вами, с вами, с вами разобрать. Вот. А. Потому что, это очень важный момент. Очень важный момент. Очень важный момент. Рекомендовать. В дальнейшем. На этом все. А. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok